МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как на все найти время и как это время не потерять? Современные условия диктуют нам довольно жесткий ритм жизни. А как в этом мире живет женщина? Со своими мечтами, со своими желаниями, с семьей, с мужем, с детьми? Хватает ли у нее сил, времени на себя? Какие тайны хранит женщина и готова ли она их открыть? Счастлива ли она? И какова эта формула счастья? Мало кто из нас задумывается, что для каждого и для каждой женщины существует своя формула счастья. А в чем она заключается? Я попробую об этом узнать, пообщавшись с героинями нашего проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают все. Они находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. Сложно пережить развод? Нет сил на воспитание детей. Кажется, что сложно снова поверить человеку. А теперь послушайте историю Лидии. Она не просто мудрая, но и очень жизнерадостная женщина. А ведь поводов пожаловаться на жизнь и опустить руки у нее было немало. У Лиды Сембиревой трое детей. Старший Тимофей, юноша 17 лет. Заканчивает школу, подрабатывает моделью у Вячеслава Зайцева. Появился на свет он, когда Лида только поступила в институт. Я училась в институте. Потом мне институт не очень понравился. Я его оставила и, соответственно, познакомилась с Андреем. И вышла замуж. Родила старшего ребенка. А потом мне стало просто скучно дома с ребенком, потому что мне надо было чем-то заниматься и развиваться. Мне постоянно надо учиться и развиваться. Поэтому я пошла в институт. Институт психологии и педагогики. Поэтому мне нравится очень и психология, и философия. Мне нравится всегда изучать людей. С Андреем отличные отношения были. Плохой был открытие тайны, которая произошла. Поэтому я ее не буду раскрывать. Но на самом деле брак был прекрасный. На самом деле какая тайна открылась. Почему мы разошлись. Вот здесь была проблема. Я загрузила себя полностью ребенком и полностью загрузила себя работой. Я вышла на работу. У нас был плотный график. У нас были дополнительные. Это тяжело внутри переживать. Это больно. Но когда смотришь на своего сына и понимаешь, что ты должна плотно стоять на ногах и показать, какая мама, у ребенка нужно отвлекаться, обязательно отвлекаться. А потом по жизни, вы знаете, я все-таки уповаю на Бог, Бог помогает. Образование – вот то, что тогда помогло ей выйти из сложного периода достойно. Да и профиль оказался очень нужный – педагог-психолог. Именно эта профессия помогла тогда в непростой период развода, когда на руках был еще и маленький ребенок, найти достойный путь. Порой именно правильный подход к решению проблемы обеспечивает и правильный выход из нее. Обязательно отвлекаться обязательно надо. Ни в коем случае не закрываться, ни в коем случае не углубляться в себя, рыться. Ну, получилось так. Это больно, это надо пережить. Как правильно перемелиться будет мука. Поэтому, да, обязательно отвлекаться, обязательно уходить от этого, поменять в доме все вещи, сделать перестановку, переклеить обои, заменить красивыми вещами, убрать это все. Начать с нового, обязательно купить себе новую одежду, потому что привлекать к себе внимание, делать какие-то там вещи, я имею в виду, ходить в театры, в музей, неважно куда. Надо улететь обязательно в поездку. Ну, то есть, перепрограммировать себя полностью, но это тяжело. Двое младших детей, Василиса и Матвей, появились уже во втором браке. Создать семью после непростого первого замужества Эда решилась во многом потому, что для нее было важно быть в семье, да и еще раз хотелось стать мамой. Я хотела детей, очень сильно хотела детей, и я искала. Но мне страшно всегда, что, как ты будешь относиться к ребенку. Конечно же, эти приоритеты у меня первые были. Ты увидела и поняла, что хорошо относятся? Да, но потом я родила еще плюс двух детей, вот. Но потом что-то поменялось. Что-то поменялось в тебе или что-то поменялось в человеке? В человеке. Поменялось что-то в человеке, потому что есть когда собственный ребенок, и ребенок от другого брака. Здесь поведение немножко меняется. Я считаю, что с подростками нужно дружить. И здесь человек, с кем я жила, он немножко этого недопонимал, что надо быть другом. А он пытался его, ну, воспитывать, а старший не позволял этого. И, соответственно, конфликт, ну, получился большим шаром, который я развязать не смогла. И мне пришлось выбор по пользу детей. Я разъехалась и увезла всех детей в квартиру. И, в принципе, у нас сейчас нет вот этих вот склоков, ссор. У нас все счастливы. То есть вы общаетесь с мужем и с тем, и с другим, да? Да. То есть с мужьями в нормальном отношении? Да. Не просто проявить свою мудрость, но и правильно выстроить отношения со всеми. Вот порой непростая задача, которая стоит перед современной женщиной. Чем больше счастлива мама и папа, тем счастливее дети. Не важно, смогли они жить вместе, не смогли, но они всегда должны их поддерживать. Не важно, куда у вас ребенок пойдет там развиваться музыку, танцевать, заниматься спортом. Иди, у тебя все получится. У меня, в принципе, в жизни всегда я так с детьми. Куда бы у меня дети бы не заходили, я их всегда поддерживаю, говорю, иди, у тебя получится. Не получится, значит, ничего страшного. Но, в принципе, я сама так живу. Не получается ничего страшного, идем дальше. Всегда поддержка, она везде. Не важно, ребенок ты не ребенок, но поддержка должна быть всегда и везде. И забота, это самое главное. Я просто показываю детям, что не надо ничего бояться. Нужно обязательно, если что-то нравится, выбирать то или иное, что они выберут в жизни. И не надо бояться шагнуть туда. Если они видят, что там есть перспективы, и нужно там расти и развиваться, я всегда поддержу. Но я никогда не буду лезть и вмешиваться. Например, как старший сын начал сейчас шагать, ему 18 лет скоро. Я не полезу ни в отношения с девушкой, ни полезу в отношения его выбора. Я его поддержу. У вас большая команда музыкантов, которые записываются. 5-6 человек. Мы с братом пишем. И кто отвечает за менеджера, за всякие вопросы и битмейкеры. При многозадачности нашей жизни важно найти золотую середину и стараться не потерять себя. Особенно многодетным мамам. Но, кажется, у Лиды это получается. Все дети живут с тобой? В данный момент старший ребенок подготавливается к институту. И он часто уезжает из дома. Потому что тоже взрослая жизнь. Ему 17 лет, 18 скоро будет. А маленькие, конечно. Но они у меня погодки, поэтому они как друг без друга вообще в принципе не могут. Знаете, когда трое детей, это легче, чем даже один. С одним тяжелее, чем с тремя. Когда трое детей, у тебя уже система, у тебя уже все отработано. Что тебе надо туда, тебе надо туда, тебе здесь надо успеть. И все как бы должно. У детей должно быть все. И дополнительные, и обязательно развитие их, и детский сад, и танцы, и спорт. Везде все. Сегодня она занимает пост директора СПА-центра Курортпарка «Союз». Развивает направление СПА-туризма в Подмосковье. Отдых важен и для нее самой. В СПА-центре мы со своими специалистами пробуем здесь все. Как бы здесь остаться мне отдохнуть. Я не могу, это работа. Все равно, когда если что-то здесь надо сделать, я могу сходить на массаж. Попробовать на себе новые массажи, новые технологии, которые ребята учатся. Я могу. Но в голове ты не можешь расслабиться, потому что это здание работа. А отдыхаю я, вот, это надо куда-то уезжать обязательно. Либо вот в воскресенье, и то у меня до вечера я еду опять забираю детей, потому что в понедельник к нам опять. Это мне надо запланировать 2-3 дня, чтобы я уехала куда-нибудь. Особенность, которую я отметила в моей сегодняшней героине – легкость. Бытие, если хотите. И вполне выносимое, хотя порой сильной половине может быть и непонятно наша на первый взгляд легкомысленность. Но, возможно, именно это единственный способ порой принять жизнь и не сломаться под натиском проблем. Я против конфликтов. Я также веду себя на работе. То есть я не люблю, когда начинаются какие-то склоки, ссоры, подковерные игры. Я обязательно разберу этот конфликт и говорю, лучше спокойно разобраться, чем нарастать на этот комок, который потом очень сложно распутать. Я не хочу, чтобы дети росли в каких-то конфликтах, стрессах. Я хочу, чтобы у детей была совершенно спокойная, нормальная жизнь. Я со своим старшим сыном дружу. Мы друзья и очень хорошие друзья. Во всех моментах я ему помогаю. Я его поддерживаю. Во всех начинаниях. То ли он поет, то ли он ходит по подиуму. Во всех начинаниях. То есть я ему друг. Также стараюсь с маленькими детьми. То есть если там Василиса у меня влюбилась уже в 5 лет, у нее есть жених. Я, конечно, говорю, дочь. Счастье. Да, счастье. Все будет хорошо. Также Матвей там. Я буду там качком или еще что-то. Тоже поддерживаю во всем. Я их люблю. Троих всех настолько сильно, что когда я вижу, что ребенок, например, напрягается как-то, расстраивается или еще что-то, я начинаю так же переживать. Например, если переходит в другую школу или в другой детский сад, я рядом стою и никуда не ухожу. Потому что как вы выходите на работу на новую, это обязательно стресс. По психологии это стресс. Экзамен стресс. Какая-то новая люди, новая группа. Это обязательно стресс. Я должна быть рядом. Они знают, что я рядом, есть поддержка. Есть плечо. Мама рядом. Конечно же, я их потом запускаю, и они идут сами. Но я буду рядом. Как же ей удается из всех жизненных перипетий выходить позитивно и с достоинством? На этот вопрос Лида отвечает спокойно и уверенно. Улыбка, хорошее настроение. Обязательно. Позитивные и правильные люди по жизни должны встречаться. Обязательно. То есть я негативных людей, в принципе, обхожу всегда. Я люблю позитивных людей, позитивные эмоции, чтобы, когда ты улыбаешься, ты счастлива от того, что ты делаешь. Как развиваются твои дети, как развивается работа, как моя семья, это еще моя команда. Да, они есть проблемы, но они все решаемые. Страшнее смерти и болезни ничего нет. Я считаю так. Или, например, когда я смотрю на людей-инвалидов, детей-инвалидов, и они растут жизнерадостно, с улыбкой, я всегда показываю тот пример, смотрите. А когда у вас есть руки, ноги, вам есть где жить, у вас есть работа. Ребята, вы чего? Нет, так нельзя. Друзья, много людей, которые были в полном, на полном дне, как я скажу, и поднимались обратно и говорили, господи, слава богу, солнышко светит. Вот это дорогого стоит на самом деле. Ценить простые. Да, птички, леса. Господи, сейчас столько в мире интересного. Что ж, остается только радоваться за эту женщину, ведь ей с успехом удается быть и многодетной мамой, и мудрой подругой своим детям, и активным, и эффективным менеджером управления, да и в целом просто счастливой женщиной. На самом деле, когда задают вопрос, тяжело мне или легко, я не могу на него, к счастью, ответить, потому что я уже привыкла к этому. Я очень люблю детей, очень люблю. Я люблю свою работу, хоть я и сильная натура, но иногда мне хочется побыть просто девочкой, потому что для женщины это необходимо. Именно здесь я запишу главные слагаемые успеха моих героинь и постараюсь вывести из этого свою формулу счастья. Какой будет основной ингредиент, пока не знаю, но обязательно расскажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!